Лаэндал. Анархия-упадка. Книга первая. Отсев. Текст читает Родион Нечаев. Глава первая. Первая волна. «Сзади, чертова нечисть!» – кричал я, пытаясь оторваться от преследующего меня берзительного мутанта. Это была собака, возможно, вследствие изменений генома, ставшая такой же жуткой, как мертвец двухмесячной свежести, восставший из могилы в самый интересный момент. От оригинальной формы эту особь отличали увеличенные зубы, преобразившиеся лапы и уродский гребень, начинающийся от затылочной части до кончика хвоста. «Я изо всех сил бежал к лесной опушке, через усеянное невинными желтыми цветами поля, надеясь залезть на дерево и позвонить в полицию. Тварь, преследующая меня, наверняка улизнула из той закрытой территории, о которой ходит столько жутких да дрожи слухов. Идеальная дорога, уходящая глубоко в лес, прямо с трассы и три ряда заборов, где средний под напряжением, вооружённая охрана и патрулирование границ, вкупе с кучей камер и всяких датчиков. Ни раз и ни два, несколько солдат приводило в деревню детей, которые хотели пробраться за периметр или просто ошивались рядом. Сам комплекс воткнули сравнительно недавно и довольно быстро. Вот именно что воткнули, а не построили. Это говорило, кричало на все лады о сумасшедшей организованности в резиновом бюджете частой компании СМА. Что это за бреавиатура, никто не знал. С КПП нас просили уйти, не разнесняя причин, а жалобы в администрацию игнорировались. Но не было никаких доказательств, что там творят опасные для жизни эксперименты. Но теперь-то точно сможем их прижучить. Да ещё как. Если, конечно, я смогу решить преследующую меня сейчас проблему. «Жуванный крот!» Прорычал я, в прыжке оттолкнувшись от ствола дерева вверх, цепляясь за толстый сук. Легко подтянувшись, закинул себя на ветку. «Чик-чирик, сука!» Сплюнул я в сторону твари, которая не смогла забраться на дерево вслед за мной, а просто уперлась передними лапами, клацая челюстью и убого подпрыгивая. Как зайца в брачном танце. Фух. Осмотревшись в поисках опасности, не нашёл к чему придраться. «Да, я всегда был таким. Если ты действуешь по плану, обязательно в ключевые моменты может вмешаться неожиданный фактор, который с чудовищной обстоятельностью разрушит всю цепочку тщательно продуманных действий. Всё, всегда и везде идёт не по плану. Это истина, и стоит быть готовым к любым случайностям. Плохо, что не все факторы удаётся предвидеть. Осторожно достав телефон, чтобы, не дай бог, не уронить его вниз, набрал номер полиции. Гудки, гудки, линия занята. Что? Так разве может быть? Там же диспетчер сидит только с одной задачей – принимать звонки. В очередь бы меня поставили на удержание вызова. Почему сейчас-то занят? Это не та служба, которая допускает недозвоны. Магомед подождёт. Немного. Совсем чуть-чуть. Успокоил я себя. Если они не отвечают сейчас, то возьму трубку чуть позже. Не знаю, где у нас средоточие правопорядка, а именно полиция, но участкового видел. Даже общался с ним. Нормальный мужик. Жалко номера его не знаю. Хотя… Любовь Борисовна, стараясь разговаривать как можно спокойнее, произнёс я в трубку, где практически сразу ответили на звонок. Здравствуйте, а вы не знаете номер нашего участкового? Личный номер? Спросил и получил положительный ответ. Нет-нет, всё в порядке. Поспешно успокоил сердобольную старушку. Она просто не могла не поинтересоваться, случилось ли чего. Я по юридическому вопросу к нему. Напвёл я первое, что пришло в голову. Если сказать, что просто так нужен номер, то может его и не дать. Мол, нечего занятого человека отвлекать попусту. А тут по делу. Получив от Борисовны, что хотел, пожаловал здоровья, благополучия и нажал отбой. «Вежливость!» Воскликнул я. «Слышишь, страхолюдина!» Обратился я к мутанту, царапающему ствол дерева своими когтями. «Вежливость, как улыбка, помогает расположить человека к себе. Хотя, что ты-то знаешь об этом. Напала и даже фамилии не спросила. Бескультурная тварь. Чего на тебе?» Плюнул в мутанта. Но ветер не дал моей культуре на вежливой слюне добраться до цели, унося ценные сырьё в сторону. Вздохнув на слишком большой показатель удачи загнавшего меня на дерево счастливчика, набрал личный номер участкового и стал ожидать ответа. Гудки были. Трубка на той стороне, наверное, разрывалась, сообщая, что кто-то хочет поговорить с её хозяином. Вот только результата нуль. Не реагировал страж порядка. Никак. «Все, млядь, такие занятые! Важные! Мол, не отвлекайте, но служебным делом время убиваем! Работу работаем!» Выргался я, пытаясь попеременно дозвониться до участковой полиции. «А по факту дрыхнут или жрут?» «Ленивые задницы!» «И тут, озарение!» Наконец понял, что выбираться придётся лично, бесценными и, увы, скудными силами. «Никто мне сейчас не поможет. Можно было, конечно, позвонить парням из гаража и попросить помощи у них. Только толка от этого не будет. Нет, тваря не завалят. Тем более я предупрежу о высоком уровне опасности. Даже наиболее эффективный способ охоты подскажу. Приманка уже сработала. Осталось дождаться охотника. Однако, если даже они набросятся на мутанта толпой, умудрятся получить ранение. И риск получить двухсотого при их участии баснословно велик. Эти герои дворовых собак-то опасаются. А тут целый мутант. Нет, такой поставы я им делать не буду. Да и тварь эта не слишком опасная. Если я смог бежать своей скоростью, то от собачьих возможностей у неё осталось не так уж и много. Да, зубы большие, кости крепче, жажда крови как у берсерка. А вот реакция и способность передвигаться в пространстве меньше человеческой. Плюс ко всему прыгать нормально не умеет. Позорище, а не мутант. В лаборатории, походу, делают монстра для внедрения в станы врага. Так сказать, подарок-сюрприз. Одна загвоздка. Конкретно эта особь хуже по уровню опасности, чем обычная бешеная псина. Короче, провал учёных, который вместо того, чтобы быть утилизированным, возможно, по ошибке вышел в поле. А из-за того, что я по утрам люблю бегать, именно мне повезло стать первой жертвой этого чудовища. Спорт убивает. И тебе суждено стать ещё одной единичкой статистики, тварь. Проречал я не до собаки, которая уже начала грызть безумно аппетитный ствол дерева. Чёрт, какие бы убогие параметры не имел мутант, в силе челюсти ему можно поставить твёрдый плюс. Деревом жевал не хуже бобра. Вдумчиво так, что слои коры отлетали, как ошмётки китайца, подорванного на мине. Ещё семь минут и привет, земля. Чем бы тебя успокоит-то? Осмотрелся, кругом одни ветки. Ну а что ещё может быть вокруг? Однако именно это мне и нужно. Нашёл более-менее прямую. Вытащил из пряжки ремня нож. Люблю функциональные вещи. Не просто ремень, а с ножом. Если сумка, то обязательно удобная. Настолько, чтобы вообще не чувствовалась и не стесняла движения. И с неимоверным количеством карманов. Если это очки, то меняющие свою прозрачность сами. И тому подобные вещи, облегчающие жизнь или не требующие дополнительных усилий. А ещё, кто бы что ни говорил, спортивная одежда на пробежке не всегда обязательна. Это одна из причин, почему я не стал покупать беговую дорожку. Настоящий бег, особенно по лесу, куда эффективней, ибо изматывать сильнее. Хочешь похудеть? Беги марафон. Хочешь увеличить выносливость? Преодолевай трудности маршрута. С трудом отпилив сук, очистил его от мелких наростов и заострил конец. Получилось убогое короткое копьё. Да, чуть длиннее метра. Ну, лучше, чем маленький ножичек. Вундер вафля! Специально для тебя ж, Бобик! Мутант обзавелся кличкой. Цени, тварь! В это копьё мастер вложил душу. Проверив всякую мелочь в карманах, переложил её в застёгивающийся. Если первый план не сработает, будет грустно потерять что-то подходящее для второго, которое я придумаю, конечно же, почти сразу после провала первого. Повис вверх ногами и ударил копьём, как дубиной, в висок мутанту. То, что это не сработает, я не сомневался. Однако, внимание не до собаки отвлечь удалось. Теперь тварь дерево не грызла, а пыталась цапнуть меня, опираясь передними лапами на ствол. Челюсти, украшенные неистовой красотой клыками, щёлкали. Я в ярости бил острой частью копья, пытаясь зацепить глаза. Приходилось тыкать мутанта аккуратно, поскольку тот не упускал возможности ухватить оружие. Один раз поймает, и больше не будет у меня чудо-палки, творения гения и инженерной мысли. Сударь, будьте любезны, наконец, и сдохнуть. Процедил я сквозь зубы, удивляясь живучести чудовище. Крови с него уже вылилось немало. Все морда твари покрылась страшными ранами, а движения только замедлились, стали более велыми. В какой-то момент жбовик перестал пытаться меня достать, и, развернувшись, поковылял к ближайшим кустам, как будто мы переключили задачу с охоты на выживание. Похоже, совсем ослаб. Понял, что нужно валить, зализывать рано, а то подохнет. Хотя в любом случае уже не жалеется. «Доберись до сортира, а то не по канону будет!» Прокричал мутанту вслед. «Кстати о следе. Густая красная дорожка даст возможность без проблем найти безжизненно уродливое тело. Надеюсь, ты живучий настолько же, насколько и тупая тварь, ибо чем больше крови с тебя вылиться, тем легче будет тебя тащить». Добавил я, уже тише. Решение принести доказательство незаконной деятельности частной территории в полицию рисовало в моем мозгу благополучный исход. Теперь самодовольные выродки не отмажутся. Придется признать, что они там хернёй страдали, подвергая опасности мирное население. Надо только фоток и видео наделать, да разослать знакомым. А то, мало ли, меня могут прижучить, заставить молчать. «Блин, меня могут заставить замолчать, ведь удастся. Я же, сволочь, продажная. Запугать трудно, а вот купить запросто. Чёртова бедность». Так и так. Крустя бич-пакетом произнёс бедняк. «Что делать-то?» Я задумался. «Ах да, позвонить в полицию». Воскликнул я. Вернувшись в положение сидя, достал телефон и набрал номер участкового. И снова только гудки, как будто абонент не абонент. При звонке по известному всем номеру тот же результат, что и в прошлый раз. Знакомые мужики также не отвечали, что было крайне странно. Боря и айфон постоянно со своей прелестью ходят, не расставаясь с девайсом ни на минуту. И пижонствуют при любом удобном случае. Вот только регистрировал он свой аккаунт с помощью внука. И ничего сложнее удаление видео или фото в нём не умеет. А большего и не требуется. Пить небось пошли все, а про меня забыли. Вздохнул я. Сволота. Осмотревшись в поисках опасности, не отыскав собрата Жбубика или иного чуда мысля генетиков, спрыгнул с ветки. Подобрал с земли венец своего оружейного мастерства. И прислушиваясь к посторонним звукам, потупал вдоль кровавого багрового красного следа. Лес будто вымер. В основном я слышал только шуршание листьев от ветра. Крики птиц настолько редки и далеки, что, казалось, меня перенесло в пригород. А ещё слишком много странного, всего лишь за один час случилось сегодня. Не к добру это. Но где же ты, маляр, хренов? Неужели скоксык это тут одному? Прошептал я, обходя кусты. Моему взору пристала нерукотворная композиция, упёртая добыча. Всё в кровище. Мутант ещё жив, но тяжело дышит. И совершенно без сил. Как он ещё не подух, непонятно. Но добивать его моей решимости не хватает. Просто рукой не поднимется атаковать беззащитную цель. Другое дело, защищаясь, а тут живое существо при смерти. Ну, мы народ терпеливый, подождём. Вздохнул я и снова начал всем звонить. На второй или третьей минуте телефон пискнув помер. Забыл поставить на зарядку ночью. А утром взял с собой чисто по привычке. Там было-то процентов 30. Думал, пока еду готовлю, заряжу перед выходом на работу. А тут воно как всё обернулось. Век высоких технологий, близок нейроинтерфайс, один прорыв за другим, а аккумуляторы как были калом, так и остались. Сплюнул и пнул камешек. Глянул на мутанта. Нет, трепыхается, дышит. Ну что же. Чем себе занять, всегда найду. А мне сейчас понадобятся две вещи. Носилки ли добычи и копьё получше. Начнём, пожалуй, с оружием. Отыскал подходящее деревце и занялся изготовлением средства обороны. Пыхтя и матерясь, удалось ножом зубочисткой сделать двухметровое копьё, с которым можно и на волка идти. Да, только на волка и то на одного. Кабан или медведь лишь замедлится перед тем, как пообедать маятушкой. Ещё бы его обжечь, но времени на это нет. Кабарялка эпического грейда. Похватил я свой труд. Крепкая, стильная, чуть менее убогая, чем прошлое дно. Расту, ёлки-маталки. Воскликнул я и отбросил в сторону предыдущее творение, которое на протяжении изготовления замены держал рядом. В дополнение к копью сделал ещё несколько коротких колышков. Мало ли бой дойдёт до клинча, а у меня только зубочистка. Рассовался по карманам так, чтобы они не мешали, и можно было при первой необходимости достать. Вернулся к добыче, убедившись, что мутант всё ещё опять жив, стал сооружать носилки. Самое сложное из косплея выживания вспомнить, как правильно всё делать. Поскольку мои знания глубже тематических пабликов в социальных сетей не идут, получилась редкостная хрень, а не носилки. Я хоть и делал изначально под собаку, но на таком откровенном шлаке добычу дальше пары километров не дотащить. Развалится раньше. А жаль, однако и то хлеб. Специальная ложа для великого трофея, сделана с душой, воруством и кривыми руками. Есть чем гордиться. Рассмеялся я, маскируя неуверенность в надёжности своего творения. Носилки могут вообще не выдержать вес мутанта. Кстати, о нём. И сдох. Визуально констатировал я смерть не до собаки. Отвечаю. Убедился в этом, потыкав копьём остывающую тушку. Теперь пора в путь. Брезгуя прикасаться к телу, я перевалил тушу мутанта в носилки, своим же старым копьём. Не поленился, даже вернулся за ним, чтобы новое не замарать. Закрепил добычу и, подняв самодельное чудо инженерной мысли с одной стороны, поточил в сторону дороги. Было довольно легко, но не отпускало подозрения, что мёртвая псина вот-вот свалится. До наэженной тропы дошёл, по ощущениям, столь же шустро, как и до спасительного дерева, подгоняемым мутантом. Иллюзия обратной дороги. Когда нога только ступила на асфальт, услышал мерный рёв мотора. И эта звуковая волна сразу показалась крайне подозрительной. Интуиция, вещь эфемерная, но прислушиваться иногда стоит, особенно, когда тащишь труп. Мы с укуны в кустиках переждём, пробормотал поднос, увлекая кровавленно дохлую добычу в густую тёмно-зелёную растительность. Там мы дружно легли на землю и перекинулись ветошью. Мёртвый мутант сразу же вжился в роль. Выходило по сравнению со мной гораздо реалистичнее. Мимо на большой скорости пролетел военный грузовик. Кабина полыхала ярко-оранжевым пламенем. Запах пригорешил мяса, металла и чего-то ещё. Неприятно щекотал ноздри. Не зря Сашбобиком притаился. Ух, не зря. Подняв голову вслед к грузовику, уткнулся обратно, поскольку слух различал звук нескольких выстрелов. «Это ни хрена, ни сигареты стрелять!» Произнес и задумчиво. Стало как-то не по себе. Ладно бы, одна тварь выбралась из лаборатории. Хрен с этим бывает. Проблема со связью тоже не новость. Места здесь глухие, даже крупные хищники в наличии имеются. Периодически посещают местное население, наведываясь в гости, чтобы перекусить. Так что иногда телефон превращается в обычное мультимедийное устройство. Музыка, фото, видео, мини-грелка. Вместе с тем, действительно бывает, что не дозвониться, поскольку хилый звук пластмассовых девайсов не в силах пробиться до осознания мужиков через богатырских раб. Это всё объяснимо и понятно, однако пролетевший только что грузовик выбивается из категории норма, чего я не видел. Кабина, объятая пламенем и звуки выстрелов, это уже вочина с северного зверька, минуемого в простонародье писец. Только не стоит забывать, в какой стране я живу, и такие казусы здесь в порядке вещей. Армия же. Эту тему стоит прокачать. Принял я решение. Жбобик, место. Дав своей добыче команду оставаться там, где её заботливо спрятали, нежно вложив на днище самодельных носилок, посеменил вслед за грузовиком. Уехать далеко он не мог, дорога постоянно петляет, и подозревая, рулить машину уже банально некому. И точно, звук ломающихся деревьев. За ним сквозь бурелом я увидел столб огня, отчего поспешно упал мордой в землю. Осколки они такие, подлые. Не успеешь даже осознать, что обречённо любое телодвижение излишне, как отбрусишь копыта. Налетел ветер, а я вспомнил, что там в кого-то стреляли, и этот кто-то мог пережить конец маршрута. Уже гораздо медленнее, с осторожностью, стал пробираться к месту аварии. Спустя пару минут можно было различать детали аварии. Как и предполагалось, машина ушла с дороги в лесной массив, именно на повороте. Снесла молодую поросль, и была остановлена более старшими братьями древесного сообщества. Искоряженный грузовик горел, как спичка, и среди огня я увидел армейские ящики с боезапасом. Ух, еб... Вырвалась из меня, а тело уже самозабвенно разворачивалось, чтобы свалить куда подальше. Казалось, ожидаемый взрыв сжахнет, как только я начну бежать. Но его не последовало. Мне хватило времени вернуться к своей добыче и нырнуть в какую-то канаву. Только там, в стуши в воде, среди хрен пойми чего, почувствовал себя защищенным. Водичка, лес, кусты, и я посреди этого лежа лицом в неприятной тухлой дряни. Мда... Даже когда боезапас был уже не в силах сопротивляться температуре огня, взрыва не последовало. Было просто множество хлопков, близко к друг другу тональности, разбавленных свистом. Ощущение, что меня сильно надули, в моей голове поселилось прочно. Но не заставило вылезти из защищенного, хоть и малоприятного укрытия. Окупы наши все. Даже если гадить в них же приходится. Побулькал я, слушаю какофонию звуков. Подтверждая правильность решения остаться здесь, меня скудно присыпало землей. Видимо, осколок или пуля ушла в почву, совсем ряда с найденным убежищем. Намек понял, еще посижу. Добавил я и стал ждать. Сколько боеприпасов в грузовике, не знаю, но будем считать, что он забит под завязку. Следовательно, ждать здесь олг как долго. Меня это не устраивает, но если сейчас вылезу, то могу словить пулю. Спешка в таких ситуациях противопоказана. Лучше посижу и подумаю, что мы имеем. Так, я нарывался на мутанта. Хорошо. Откуда он взялся? Рабочая версия на данный момент это побег из закрытой территории. Оттуда же и грузовик, скорее всего, ехал. Что могло заставить военную машину мчаться на всех парах, да еще и с горящей кабиной. Дурость водителя? Точно нет. Если в загруженной боеприпасами транспорте начнется пожар, то его локализуют меньше, чем за минуту с момента обнаружения. То есть водителю явно что-то мешало решить вопрос с огнем. Еще один сбежавший мутант? Очень может быть. Кого-то же там стреляли? Вариант самоубийством отменяется, ибо жить-то охота всем без исключения. Получается, сбежало много мутантов. И, вероятнее всего, они там устроили знатную жатву, раз и вместо спокойной зачистки наклевывается кровавый хаос. Что же из всего из этого выходит? А вытекает из всего этого неприятная картина. Зря я корячился с добычей, и по-хорошему необходимо в темпе возвращаться домой. Проблемы со связью не спонтанны, и мне посчастливилось оказаться не первой жертвой сбежавших мутантов. Возможно, далеко не первой. Вероятно, видоизмененные зверюшки уже вовсю кошмарят деревню, а я тут в какой-то канаве прячусь, когда там во мне нуждаются. Долбанный фейерверк. Процедил я, злясь на неутихающие хлопки. Патроны хлопали, как попкорн в микроволновой печи, но в отличие от еды не думали затихать. Я-то как аллея совсем. Хоть на улице лето и температура выше тридцати, в воде неподвижно долго не просидеть. Стал продвигаться вдоль по канаве, подальше от горящей и подозрительно свистящей машины. Да когда ты уже полностью грязный, то плевать на неудобства. Осталось понадеяться, что змей тут нет. Сапнет, тварь шипящая, закончи свой жизненный путь в рассвете сил. В придорожной канаве. Обидно-то как. Не зря решил двигаться так. Периодически слышал, как в близ стоящей дереве что-то ударялось, а ведь некоторые осколки или пули скорее всего пролетали мимо. Вполне вероятно, снаружи импровизированную окопу удача меня бы сразу покинула. Вильнул хвостом от беспросветной тупости обладателя. Теперь я понял, зачем так жестко заставлять копать ямы в армии. Даже отличная защита от пуль. Поэтому во всех фильмах про Вторую мировую войну чуть ли не весь видеоряд сопровождался грязными злыми солдатами в окопах. Вопрос, почему я это понял только тогда, когда сам оказался в подобной ситуации? Дурак, наверное, если хуже не сказать. Однако его стоит пощадить, пригодится. Вылезти решился только когда хлопки стали перекрывать звук хлюпающего воды от моего перемещения по канаве. Сперва ползком, а потом уже и в полный рост. На дорогу выходить не стал, двигался среди деревьев. Медленно, конечно, но, по моему мнению, на порядок безопаснее. Если встречу еще мутантов, смогу сразу взобраться наверх и оттуда бесстрашно тыкать копьем в оскаленную пасть. Промокшая грязная одежда жутко раздражала. Хотелось заменить ее на сухую, чистую, с ароматом плохо выполосканного порошка. Мысли то и дело возвращались к этому вопросу, мешая нормально смотреть по сторонам. Успокаивал себя тем, что до дома уже рукой подать. Конец моей утренней пробежки всегда заканчивался с горки. Оттуда открывался отличный вид на мой дом и другие постройки, скрывающиеся за кронами деревьев. Да и быстрый спуск заряжает энергией на весь день. Еще в моей сегодняшней ситуации эта высота дает возможность рассмотреть, что происходит сейчас в деревне. Не в подробностях, конечно, но все же лучше, чем нарваться на сюрприз, по необходимости завернув за угол. Свернув, побежал, пригибаясь по полю. Вокруг высокая растительность отлично скрывала меня от посторонних, слишком любопытных и, вполне возможно, голодных взглядов и сужала обзоры. Рисковал, конечно. Если рядом есть мутанты, увижу я их только в момент атаки, но это единственный путь на горку. Другие маршруты занимают уйму времени или имеют открытые участки местности. Можно было, конечно, сова пойти канавой, но мочить уже подсохшую одежду, когда рядом нет явной опасности, не было никакого желания. Перед подъемом сделал минутную передышку и уравновесил дыхание. Обычно я не останавливаясь бегу дальше, но сейчас не тот случай. Нужно восстановить силы, так как неизвестно, что ждет дальше и будет глупейшей ошибкой подняться на вершину без сил. Через несколько минут пошел обычным шагом. Колм этот не крутой, но довольно высокий. Легким бегом удается взобраться минут за пять, пешком все 15. В этот раз подъема у меня занял времени в два раза больше. Приходилось постоянно следить за округой, в поисках ополумевших, рыжащих, в поисках добычи мутантов. Абзац! Произнес я, увидев то, чего не жило даже предполагать. Субтитры создавал DimaTorzok